5 минут первого мы продолжаем нашу программу дневной разворот в студии по-прежнему светлана занько николай голик и тема нашего второго часа такая интересная нам не очень понравилось свет лето закончилось вот подумайте какая следующая часть в этом названии до предварительные итоги пока компанией по ремонту дорог в городе я думала сосульки сосульки видимо будут когда у нас будет тема осень закончилась они раньше вот мы предлагаем и нашим слушателям в том числе не забывать номер нашего прямого эфира 211 101 потому что тема я думаю касается всех поэтому если какие-то вопросы будут то наши гости я думаю с удовольствием на них ответят а гости у нас сегодня все знатные один другого стоит это члены рабочей группы по контролю за содержанием ремонтом дорог багир шарифов багир добрый день добрый день это тоже член тоже рабочей группы виталий брам добрый день добрый день виталий и шамиль бузиков доцент факультета строительства и архитектуры вятского госуниверситета шамиль добрый день здравствуйте а можно я прежде чем мы к дорогам перейдем ну во первых объясню почему здесь владимира сметанина нет я все ждала что ты что ты скажешь коле ваш мужской понедельник понедельник такая тема то знаешь нет володя володя заболел вся семья вот это вот вирусная инфекция которую мы решили что в редакцию приносить не надо вот володя пускай выздоравливает это безусловно еще одна хорошая новость я просто не смогла дозвониться сегодня другой володя владимир шабардин детский эмбудсмен я его поздравляю мы его поздравим с днем рождения днем рождения он он сейчас уже там вы вылетел выехал из кирова и совершенно другой точки страны сегодня но мы с удовольствием поздравим а еще одну можно один такой сюжетец я вот с удивлением просто открыв фейсбук увидела что вчера в полумарафоне вятские холмы принял участие олег симаков который нынче возглавляет соответствующий департамент по благоустройству города кирова он пробежал 21 километр у него работа такая и тут чиновник который бежит 21 километра тут уже конечно комментарии от вот этих вот наших экспертов которые любят что-нибудь такое шпильку то ставить говорят что может олег симаков и пешком и бегом пробежать весь город и посмотреть где что происходит и где мне кажется это даже не шпилька это нормальное свойство чиновника он должен без дела успевать а тем не менее я выражаю свой респект олегу симакову потому что мы вчера были на этом самом на этих вятских холмах во-первых радостно что продолжается вот этот полумарафон этот праздник бега надеюсь что будет тоже и в следующем году дети особенно радовались это классно ну и хорошо что у нас есть чиновник который способен 21 километр пробежать это безусловно хорошо но свет раз уж мы так немножко пока наших экспертов по нашим дорогам я хочу напомнить у нас еще опрос есть на сайте между прочим в группе вконтакте и он сформулирован очень просто этим летом в кирове отремонтировали и четыре варианта ответа больше дорог чем в прошлом году или меньше дорог чем в прошлом году или я за этим не слежу или пока самый не понравился вариант сколько бы не сделали все равно мало свет какой чаще всего отвечает я хочу тебе сказать что есть динамика потому что раньше вот этот ответ что я не слежу там или или там сколько бы не сделали все равно мало они в лидерах были а сейчас лидирует ответ больше дорог, чем в прошлом году. Людям стало абсолютно очевидно. Правда. Он был не на первом месте раньше от ответа. Сейчас 67% на сайте hacker.ru говорят, что да. Именно так. И я за этим не слежу. 0% ответивших говорят об этом ВКонтакте. Чуть попозже я подведу итог. Наши гости готовились к эфиру. Они даже что-то тут активно обсуждали. До эфира все уже обсудили. Я еще раз напомню. 211-101 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, говорите. Как сказал мой папа, который с удовольствием мне рассказывал, что мы поехали на дачу, надо было проехать через вот этот магазин, вот этот пункт, вот этот МФЦ, и ты представляешь, мы выезжаем с кирпичной. Гладко. Выезжаем туда. Ровно. И дальше такая фраза. Осталось дождаться большого дождя. Сказал он. Это количество. Ну так что, расскажите, пожалуйста, действительно, в каком состоянии сейчас дороги. Было очень много претензий по поводу съездов прежде всего, потому что непонятно, в каком режиме делались дороги и будут сделаны съезды или нет. Были большие претензии, о которых мы говорили, начиная с прошлого года. И вот хотелось бы, чтобы вы рассказали, потому что я не очень за этим проследила. До последнего момента все-таки такая проблема была автобусных карманов, которые сейчас делаются или не делаются, и сделали ли они, и что в этом смысле происходит. Ну и, пожалуйста, ваши какие-то важные вещи, о которых вы заботитесь, на которые обращаете внимание. Багир Багирыч, начинай. Готов. Ну, наверное, в этом году ребята берут количеством, относительно качества. Ребята, это кто? Это, знаете, совокупность тех, кто, так сказать, отвечает за этот процесс. Я вот не знаю, кому сказать спасибо. Вроде бы чиновники... Владимир Владимирович нам говорит спасибо. Дорожники... Всегда. Тоже, так сказать... А дороги-то есть, это самое хорошее. Ну, видимо, спасибо, Владимир Владимирович, приезжайте к нам еще, причем, почаще. Поэтому сейчас с количеством. Сейчас под вопросом, конечно, русское по срокам. И есть достаточно много недочетов по тем объектам, которые там в городе. Ну, скажем, вчера ехала милицейская, вроде бы, если дневка, вода стоит. То есть, это вот, как сказал бы Шамиль Бузиков, у нас есть профиль, и есть его, так сказать, наклон, который не выдержан. Но эти недочеты, наверное, будут устраняться. С точки зрения качества, вот вы сказали про остановки, да, положили плид под остановки, да, сделали отдельный проект. Это результат нашего возмущения по прошлому году. Они не поплывут, как хотелось бы верить. Следующий год, конечно, покажет, в чем там суть. Но, что явно бросается в глаза, во-первых, по прошлогодним дорогам, у которых гарантия 4 года уже начинают, так сказать, копать очень плотно. Причем все обслуживающие организации, коммунальщики и так далее. То есть, Некрасово сделали, мы вот с Шамилем там живем рядышком, и перекапывают ее в трех местах. Это прошлогодняя, да? Гарантия 4 года прошлогодняя. Ну, должен сказать, что гарантия на этот участок сразу не распространяется. Раз перерыли, то все. Конечно, это и, как показывает практика, сделают, закатают его в асфальт, потом он просядет. В общем, плохо, качество будет не очень хорошее, потому что работает другая организация, и потому что, собственно, автоматически ГДМС, который делал эту дорогу, слетает с гарантией. А то где, вопрос такой, смотри, вот раскопали, все сделали, потом снова закатают это в асфальт, а те, кто будут закатывать этот участок в асфальт, они разве гарантию не дают? Сот. Слушай, я оставлю без комментариев, потому что, вот, например, на моих глазах четыре раза улицу Калинина закапывали один и тот же участок, закапывали, раскапывали, закапывали, раскапывали. Он просаживается каждый раз, и сравнить его с тем полотном, которое там гарантировано четыре года, невозможно. Более того, нет системы контроля вот этих участков ДДХ, я так полагаю, меня сейчас слышат, где можно было бы мониторить точно так же. Гарантия, конечно, есть, но ее никто не мониторит, и потом спрыгивают, скажем, ГДМС с гарантийного обслуживания этого участка или этой дороги по причине того, что сделал кто-то другой. А кого-то другого никто просто тупо не дергает, это факт. То есть получается так, что прошлогодняя гарантийная дорога, она теперь уже как бы станет не совсем гарантийной. Да, ну, есть такая тема, есть такая тема, есть, да. Но я полагаю, что это все-таки вопросы к ДДХ, поскольку там очевидно, что есть недочеты, которые можно восполнить. То есть ребята что-то предпринимают, делают, это тоже ясно. Скажем, по содержанию, если у них есть 10% денег, так они на 10% его обслуживают. Здесь они могут сказать, ну, ребят, извините, вот так вот, потому что финансы. А вот здесь, с точки зрения логистики, обеспечить режим взаимодействия эффективный между обслуживающими организацией и дорожниками не обеспечить нельзя. Скорее даже не логистика, это вопрос планирования. То есть как-то получалось так, что запланировали ремонт. Как сказал уважаемый Шлемензон, долгосрочное, короткосрочное планирование, да, конечно. Вот этого, к сожалению, там особо не видно. Ну, вот результат, собственно, выражается именно здесь. Ну, по недочетам, по небольшим, по приемке даже. После приемки, я не знаю, устраняется или нет, но обращают на них внимание. Все-таки там вот эта вода, которая стоит, там, милицейская, та же ливневка. А вот чисто технологически это исправить можно? Конечно, можно, легко. Просто не принимайте дорогу, пока не выведут, все не устранят. Вот ГТМС устраняет до того момента, пока ему покажут, насколько мне известно. Не приняли еще милицейскую? Нет, там еще, конечно, не сделали все, но таких работ много. Основное внимание, конечно, приковано к русскому. Причем, очевидно, вот ребята вчера ездили, витали, там, порядка 7 километров осталось в двух слоях, а потом еще 21 километр в выравнивающем финальном слое. И, конечно же, за этот период времени не успеть. Но мне бы хотелось... За какой период, подожди, еще вроде бы сентябрь наступил только лишь. 20 октября. Ну, посмотрите, 21 километр сверху положить, это же нереально. Плюс все съезды, плюс, так сказать, все обустроить, если основной дороги еще 7 километров осталось сделать. Будет счастье, если погода будет солнечной. Вот как раз в Фейсбуке выложил вчера, да? Да не будет ее солнечной. Но это же осень, мы входим в осень. Виталий, ты вчера выложил, да, пост по поводу русского. Ты говорил, что вот заявление властей, что они используют каждый солнечный денек и проехался по дороге, где не было ни одного рабочего. Дорога на русское была. Да, мы с Константином Сеичекиным вчера проехались. На тем участком, где должны были быть работы, в том числе Киров, русская, к которому приковано максимальное внимание. Так получилось в этом году. Ввиду того, что это довольно стратегически важное направление, оно было очень убитое, оно довольно дорогое, это 240 миллионов рублей. Мы увидели технику, которая стоит. Хотя была отличная погода. Но вчера был не солнечный день. Ну, был, по крайней мере, сухой день. Ну да, сухой день, даже почти не было, но не солнечный. Сейчас даже солнце не нужно ловить, нужно хотя бы сухой ловить, да? Ну, не снежный, как минимум. Что будет дальше, то есть, как нас будет погода радовать или не радовать, большой вопрос. Всего лишь чуть больше месяца осталось до конца срок, который указан в контракте. Я думаю, что довольно трудно будет успеть. Практически невозможно, наверное. Потому что то, что мы видим, то, что мы слышим, когда общаемся с теми между дорожниками, постоянно возникают вопросы, проблемы с материалами. То есть, вчера там не было асфальта. То есть, вопрос организации труда, организации работы внутри подрядчика. Почему так происходит? Вот тут большой вопрос возникает. То есть, да, мы имеем конкурентную вроде как следу, наверное, в кавычках стоит поставить. Мы имеем доступ по 44-му федеральному закону на госзакупки, на аукционы. Победила компания АРПТ, город Москва, которая, в принципе, все работы отдала на субподряды от ФТОДОРа, либо использует ту технику и тех рабочих, которые все равно в Кирове, и были уже в Кирове. То, что какой-то подрядчик, масса критики возникает. То, что вот какие-то москвичи, кто-то их там пролоббировал, все прочее. То есть, тут отдельный момент, отдельные вопросы, которые доказать, официально довольно трудно и, наверное, невозможно. Вопрос в другом. То, что кто-то заявляется, это хорошо. То, что заявляются москвичи, даже без своей техники, но с своим финансовым ресурсом, это тоже, в принципе, хорошо. Вопрос в том, чтобы обеспечить равные условия доступа. То есть, почему областной ВИАФТОДОР не заявился туда, а участвует на субподряде? Тут вопрос, на который нет ответа до сих пор. Сейчас прервемся буквально на полминуты. Через несколько секунд снова в студии. Продолжается программа «Дневной разворот». Лето закончилось, и мы подводим предварительные итоги кампании по ремонту дорог в Кирове. Эти итоги обозначают нам члены рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом дорог Багир Шарифов, Виталий Брам и Шамиль Бузиков. Напоминаю, что на сайте хакирова.ру В нашей группе ВКонтакте есть опрос. Мы все-таки хотим понять, очевидно ли для вас, что в этом году сделано больше дорог, или это не так очевидно. Кроме того, Свет, не забывай, у нас еще есть прямой телефон в эфире, 211-101. Вы можете позвонить и спросить, и наши эксперты с удовольствием на ваш вопрос ответят. Я вот обещала, что посмотрю, что ВКонтакте творится. Так вот, если на сайте хакирова.ру как я уже сказала, 67% говорят, что да, больше дорог, чем в прошлом году, отремонтировали, то ВКонтакте 52% ответивших говорят, сколько бы ни сделали, все равно мало. Виталий, вот мы как раз говорили по дороге на русское, смотри, ситуация получается такая, то есть сделать качественно в установленный срок нереально. Зарикаться на чем-то. Я даже над возмущением. Сделать качественно в установленный срок нереально. То есть какой выход из ситуации? То есть либо они будут делать некачественно, либо они не сделают. А дальше что будет? Вопрос и приемки стоит. То есть, насколько заказчик работ будут эти работы принимать качественно. Насколько качественно будут вести претензионную работу. То есть можно же просто не принять, не заплатить деньги. Давайте не поплатить денег и все. Если что-то плохо сделано, если там не успели, давайте какие-то санкции вводить. Пора ДДХ приглашать, я чувствую. Потому что решающую роль будет играть уже ДДХ здесь, да? Получается так. Оно в любом случае играет решающую роль. То есть там ДДХ и, наверное, вышестоящее звено там чиновниче стоит, которое стоит, безусловно. То есть и городская администрация в первую очередь. Ведь вопрос самый главный, во-первых, в контроле со стороны заказчика. То есть мы можем долго говорить, что вот там общество сконтролирует, это еще есть заказчик, который должен делать. Есть органы прокуратуры, надзорные санкции, которые тоже, в принципе, должны быть контролировать и сказать нам, почему так происходит и можно кого-то наказать. То есть без реальных выводов, которые должны быть сделаны по итогу, даже уже сейчас какой-то промежуточный, ничего хорошего в следующий год не будет. А в следующий год нас ждет еще большая сумма. То есть если в этом году миллиард девяносто, то встреча нас ждет миллиарда девяносто. Если не завали. Мы сейчас примем звонок слушателя, а про выводы еще нужно поговорить. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Зинаида Николаевна. Зинаида Николаевна, да, слушаем вас. Нам очень хорошо отремонтировали дороги на красные черты. Наконец-то. А для людей асфальт будет положен. Там ужасные тротуары. А, тротуарный вопрос, да. Как сказал губернатор, в комплексе все надо делать, да. Вот этот вопрос на самом деле. Большое спасибо. Выводим из эфира слушателя. Слава Богу. Не про тротуары сегодня, но мы про тротуары будем задавать вопрос. Мы уже подбираемся так тихонечко к этому, к этой истории про комплексные подходы. и первым эфиром про комплексный подход начинали говорить, и вторым. Пока что заявления властей есть, конкретики нет. Вот пригласим администрацию, может быть, даже в эту среду, вместе в благоустройство и ДДХ и всех. Они, слава Богу, ходят и рассказывают. Зададим там этот вопрос. Ну, там же самое главное вопрос это в бюджет. То есть, вот смотрите, у нас сейчас будет новый состав городской дома, который будет формировать бюджет на 2018 год. То есть, ведь комплексный подход там будет операться в любом случае в бюджет. Потому что, допустим, надо же, миллиард четыреста, который будет, я надеюсь, выделен в следующем году. На дороге. На дороге. На ремонт дорог. То есть, чтобы сделать там те же тротуары, то есть, комплексно поступить, то есть, нужно будет потратить тоже огромную сумму денег. Это не миллиард, это может быть несколько сотен миллионов рублей. Виталий, БКД это тоже вопрос. Если они сейчас не сдадут русское, то могут возникнуть сложности с получением... БКД и безопасные качественные дороги. Напоминаем, что по этой... Дали денег, сделали, возьмите еще, не сделали, значит вопрос. Смотрите, БКД только на дороге, федеральное финансирование идет. Есть большой проект по благоустройству, к которому и нужно отнести вопрос по тротуарам, которые дополнили бы эти дороги. И мы возвращаемся к первому часу, когда мы говорим о комплексном подходе и о стратегическом планировании, которое, вот не знаю, есть оно, нет, но намеки такие. Нам Олег Симаков делал, между прочим, на той неделе, когда приходил, что вот мы сейчас будем такой подход применять, мы еще раз их пригласим. Они говорят о том, что мы будем применять, и не говорят и на уровне администрации области, и на уровне администрации города, но пока вот я не вижу этих конкретных движений. Давайте у Шамиля спросим, он как раз, технология, качество, отмалчивается что-то? Вы ему сказать не даете просто. Да, тут все говорят. Вообще-то мы с тобой не даем. Да, они не дают, они вам такие. Так, передаем слово Шамиле. Да, в принципе, наверное, вы все сказали уже. Давайте по качеству пройдемся, Шамиль, потому что вы на за качество отвечаете. Напоминаю, Шамиль Бузиков, доцент факультета строительства и архитектуры Вятского государственного университета. Ну, я, наверное, тезисно отвечу на этот вопрос, скажу так. Да, действительно, катаем дорог больше, ремонтируем больше, визуально больше, численно больше, все хорошо. Не трогайте микрофон. Проблема-то, она как была, так и она остается. У нас количество есть, и качества-то нет. И оно так и остается, так и так и будет, в принципе. Все, спасибо. Единственное, вот за то время, пока я нахожусь в этой группе по контролю за ремонтом автомобильных дорог, нам удалось добиться того, что мы привлекли общественность к решению этого вопроса. Все. Сказать, что кардинальным образом мы что-то поменяли и стали делать по-другому, этого нет. Поменяли в подходах, в чем не поменяли-то? В чем не поменяли? В подходах, конечно. В подходах к администрации, правительству, к решению этих проблем. ДДХ. Прежде всего, отношение ДДХ в качестве, вот давайте так говорить, ДДХ это хозяин дороги. И отношение его к своему собственному имуществу, скажем так, проще говоря, оно не изменилось. Оно не изменилось, оно как будто так и осталось. Нам дают деньги, мы катаем, мы делаем косметический ремонт автомобильных дорог, именно я подчеркиваю, косметический ремонт. Давайте взглянем прямо в глаза. До следующей весны опять, да? Ну почему до следующей весны? В следующей весна покажут нам маленькие трещины, дальше эти маленькие трещины еще через год перерастут в маленькие ямки, их никто, соответственно, делать не будет, устранять тоже не будет. Их так оставят, они будут становиться больше, еще больше, ну и так далее, когда пройдет года 5-6, подумают, о, давайте снова ее ремонтировать будем. Вопрос другой, если нам по данной технологии официально говоря о том, что вот та технология, которую используют сейчас там на 10 лет, да не бывало никогда такого. Давайте там возьмем, ну, предыдущее время, да, посмотрим, с 2008 года, когда эти применяли эту технологию, там в два слоя в свалькотали и ничего не происходило. Мы так и видели, что 2-3 года хватает автомобиль на дороге, дальше ее начинает везде рвать, проседает везде грунт, проседает основание, ее разрывает, появляется яма и так далее. Какие 10 лет? Практика показывает, что никаких 10 лет нет. Чтобы эта дорога существовала 10 лет, нужна еще раз говорю, комплексный, подходит в ее реконструкции, а ее нет. Мы не делаем никакой реконструкции. Я сторонник вообще такой позиции, делать мало, но качественно, очень мало, но качественно. Да, нам в следующем году, вот, Виталий Иванович, дадут, там миллион четыреста, это все классно, здорово. Миллиард четыреста. Миллиард четыреста, прошу прощения. А что толку с этих миллиардов? Опять сделаем косметику, кругом сделаем одну косметику, закатаем, все будет красиво, хорошо. Минфин же сказал, мы тонким слоем, как икорку на бутик намазываем до выборов, а после выбора мы уже капиталим, правильно? Я скажу так, Багир Багирович, мы берем один большой батон и маленькую баночку с икрой, и вот эту маленькую баночку с икрой мы на весь батон накатываем, понимаете? Ну, чтобы весь батон был в икре. Давайте вот, взглянем правде друг в глаза, давайте вот не батон возьмем, один ломтик и намажем толстым слоем икры. Это было нормально. Да хрен съест с икрой, давайте хоть маслицами. У нас нет этого, у нас нет этого, мы действительно привлекли общественность. Те работы, которые были, допустим, в том году проходили, да, ну, где-то наши подрядчики немножечко отходили от технологии, причем даже грубо ее нарушая, сейчас мы привлекли общественность, привлекли внимание. Они сейчас под прицельным взглядом, они понимают, что любой автомобилист может проект сфотографировать, выложить в сеть, и мы просто потом подрядчику зададим вопросы на основании этого. Этого, да, действительно мы добились. Ну и гарантийку они реально обслуживают, это тоже заслуга. Да, да. Смотри, плиты положили, без тебя положили, не факт. Согласен, согласен. Тем не менее, что ты делаешь? Есть положительные моменты, а если говорить кардинальным образом, кардинальным образом, пока мы еще ничего не добились. Вопрос-то самого подхода, то есть, Шемик, конечно, все правильно говорит, но еще раз, что меня требует, то есть, если делать капитально ремонт, да, то стоимость всего порядка 100 миллионов рублей за километр, ну, плюс-бинус. А сейчас стоимость вот этого ремонта косметического порядка 10-13 миллионов за километр. Немножко утрировано, там плюс-бинус, но это порядок цифр. Ну, понятно, примерно в 10 раз меньше получается. 10 раз меньше, да. То есть, если учитывать то, что многие улицы, если не сделать даже косметический ремонт, превратятся в улицу Комсомольскую или в проспект строителей в том виде, в котором он был, то как ездить-то вообще? Бюджет ограничен. А я на этот вопрос отвечу. У нас есть аварийные участки дорог. Мы их наблюдаем каждый раз, мы видим, где в одном и том же месте рвет ямы. Можно даже взять статистику, взять в интернете, там, в социальных сетях, да, где угодно. Так вот, если там проблемный участок дороги, так давайте реконструировать именно его. Давайте деньги... Ну, вот, хорошо, у нас с прошлого года там 100 миллионов мы, да, по-моему, денег сэкономили. Дальше, о, давайте откатаем улицу Комсомольскую. А что помимо улицы Комсомольской у нас других нет, что ли? Других проблемных участков нет, там, где асфальт именно рвет. Там, где ездить, в принципе, невозможно. То есть вопрос планирования, вопрос... Естественно, нужно подходить именно более остро к этому. Оценки реального состояния, то есть ее нет. То есть просто зимой сделали сметы. А я про что говорю? У нас подход, он единый. Подход единый. Мы наблюдаем дорогу, подход единый, все. У нас даже, ну, возьмите дефектовочные ведомости, посмотрите. ДДХ, пожалуйста, может их предоставить, они однотипные. Ну что, мы видим, дорога не может быть однотипной. То есть, как вывод я могу сделать из этих слов, что не реформирование работу заказчика работ в виде дирекции здравоохозяйства, не меняя там кадры кардинальным образом и подходы, может быть, даже увеличивая бюджет. Если там не хватает денег, давайте увеличим бюджет на эту организацию. Как не хватает денег, сколько отработанного асфальта как бы у нас сейчас в стране и в городе, и в мире. Куда он девается вообще? Я правильно вас понимаю, коллеги, что вы делаете замечания сотрудникам дирекции дорожного хозяйства и заказчикам и пеняете им на их некомпетентность в этом вопросе. Все верно, мы это уже год говорим. А еще на халатность. И на халатность. Сейчас прервемся на звонок слушателя. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений. Да, Евгений, высказывайте. Добрый день. ЗИЛ тоже асфальта. Люди сами бы раскидали его лопатами и все. И утопкали. Предложение такое. Может быть, посылать раз в неделю, раз в три дня, допустим, три рабочих с этим, с вибратором, ну, плачек это, да, и машину, допустим, асфальта, и ездить, допустим, маршруты составлять на неделю, на месяц. То есть из одной маленькой ямки она прогрессит, растет же она, понимаете? Если бы, допустим, ведро надо было асфальта туда бахнуть, через месяц уже там полмашины надо. Понимаете? Да, мы поняли вас. Спасибо большое. Это очень, знаете, напоминает, что это напоминает историю, историю того, как укатывают дорогу мои соседи в нашем дачном хозяйстве в деревне. Каждый год кто где какую машинку перехватил, какой-нибудь мусор, а в дорожку так же пришли с лопатой, пужики раскидали, укатали и пошли. Я вообще эту историю не понимаю. А я готов ответить на этот вопрос. Да, Шамиль, к вам тем более было обращено реплика. Ну, насчет менталитета. С менталитетом у нас как раз все в порядке. У нас все в порядке с менталитетом, поверьте. Делать хорошо мы можем. Давайте вспомним пресловутый Советский Союз, как это было. Товарищ Сталин приходит, говорит, даешь задачу, не на никаких денег, понимаете, ничего не надо. Человек может не есть, не спать, суками, неделями. Мы сейчас дойдем до чего. Все происходит нормально. И результат. Не, ну дома-то каждый делает хорошо. Стоп, стоп. И мы в космос полетели, и все с нами было нормально, и атом наружу создали. Все было хорошо. Летим в космос. Все было нормально. Поэтому с менталитетом у нас все нормально. Я добавлю, у себя дома каждый делает хорошо. Теперь давайте поговорим по поводу того, кто там что-то делает у себя дома, не делает дома или так далее. Полминуты. Полминуты. Как вот по этому поводу вы сами относитесь? Вот я, в частности, говорю за себя, я рядовой налогоплательщик. Плачу налоги, исправно плачу. У меня нет серой зарплаты, я подчеркиваю, официально говорю. Я плачу нормально. И я после этого, вы мне хотите официально сказать, что я должен пойти и дорогу делать самому, что ли? Хороший вопрос. Мы сейчас прервемся на 2 минуты. У нас реклама. Возвращаемся в студию. У нас продолжается дневной разворот. У нас по-прежнему тема остается та же. Предварительные итоги кампании по ремонту дорог. Гости у нас те же. И у нас звонок от нашего слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. А, как вас зовут? Юрий. Юрий. Что бы вы хотели сказать или спросить? А я хотел сравнить. Вот есть информация. Обновленный участок подъезд к новому мосту СУ-43 строила. 15 километров за 135 миллионов. Большая толщина, шире дорога, 12 остановок оборудованных. Вот почему такая разница в стоимости дороги в русское? То есть в русское гигантские деньги, да, и недостроена дорога, а здесь вроде меньшие деньги. И сумма гораздо меньше. И 45 дней они все это дело сделали. За 45 дней они все уложились, а русское до сих пор под вопросом. Как это объяснить можно? Спасибо. Спасибо за этот вопрос. Ну, здесь нужно смотреть, я так думаю, что сравнивать конкурсную документацию и смотреть то, что указано в смете. Ну, по-русскому все вы прекрасно знаете, что там ситуация очень-очень сложная. Во-первых, усиление обочин там происходит. Раз. Плюс укладка черного щебня, так как бы сказать, в рамках виде оснований. Это все очень долго. То есть там просто больше объем работы? Ну, естественно. Объем работы там, на самом деле, по-русскому очень серьезный. Потому что вы помните, в каком сцене была дорога. Я прекрасно это помню. Вот. Если говорить о том участке дорог, который упомянул слушатель Юрий, то там, конечно, объем работы был намного меньше. И за меньший объем работ, конечно же, безусловно, сделали быстрее. Подрядчики разные, да? Я так понимаю. Ну, и плюс, конечно, отношения подрядчиков. Если там, по-моему, Су-43, у них все свое. Вся база есть технологическая. Там не только отношения, там наличие сырья, материалов, производственных циклов и так далее. Организация работы. А здесь мы видим, что по Кирову русскому все удано практически на суд подряд. Это московская фирма. Да, это московская фирма. По сути, получается, ребята пришли сюда по принципу вот я и бал. Это что за принцип? Я и бал. Вот на бал буквально с корабля. А, к сожалению, вот здесь с материалом, с нашими подрядчиками и всем остальным им, мягко говоря, не повезло. Но я думаю, что результат их все-таки отражает элементы какие-то, ну, вот команды, потому что она самоуверенно, надеяно решила, что все это можно сделать. А здесь раз и не совсем так. Сейчас еще один звонок слушателей примем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Геннадий. Да, Геннадий, вы сказываетесь. В общем, я вот сам из Бахты, живем там. И вот всю эту вот, так сказать, работу я видел своими глазами. По ремонту дороги на русское, правильно? Да, по ремонту этой злосчастной дороги. Вот. Качество, конечно, отвратительнейшее. Подрядчик, я так понимаю, что делает это просто вот на, как сказать-то, что будет только для галочки. общественные смотрители поначалу где-то ездили с Садоковском, вот, а потом вообще это дело забросили и теперь там никто их не контролирует. А сам-то помогай-ка, очень ты нам нужен. Вот, у меня работа никогда. А у меня не работа, а у нас у кого-то он целый доцент. Общественные смотрители. Телефон есть, шлеп в контакте. Нет, а вот вы говорите, качество плохое. А в чем, по вашему мнению, там плохое качество? Понимаете, я не знаю, конечно, идет разговор о третьем слое выравнивающем, но я так понимаю, что по времени, я не знаю, когда они собираются его делать, а сейчас вот, если ехать на лековом автомобиле, переходы такие, что у меня машина просто подавшивая. волны, горизонтальные, вертикальные. Я бы, конечно, с удовольствием помог бы общественникам, но вот, не знаю, ну давай помоги, вот что ты говоришь, а помогай, помогай, вот фейсбук делает дороги, туда фотографии высеивай, ты там живешь, ездишь каждый день, вот мне туда далековато. Я занимаюсь этим, да, эти вот, на сайтах выкладываю фотографии, когда вот еще было это актуально. Актуально, это же твоя дорога, и ребят там собери, блин, вот нас реально не хватит на все объекты, знаешь, сколько улиц делается по городу, очень были бы тебе признательны, просто на тебя рассчитываю. Спасибо. Спасибо, 211-101, еще успеем принять несколько звонков. А давай пока к Баллу вернемся, потому что он так заявил тему, да, и надо продолжить. Ну, на самом деле, я говорил с ребятами, они хотят ставить здесь АБЗ на следующий год, у них серьезные планы. Что такое ставить АБЗ? Асфальт, асфальт, бетонный завод свой, сегодня. Кто москвичи? Ну, это меня радует, на самом деле. Если это так, они здесь будут вкладывать У нас не хватает асфальт и бетонных заводов? Им не хватает, если они собираются работать в этой отрасли в следующем году. На сегодня им реально не хватает. Не хватает сырья, материалов, причем всем, и ГДМСу, и так далее. Кто знал, что 20 тысяч будет стоить бетон? Стоил в прошлом году 13-12. Сколько стоит построить асфальт и бетонный завод? Кто знает? Ну, миллионов 15-20. То есть это быстрое какое-то строительство? Конечно, если 250 у тебя есть на руках, то АБЗ-шку ставить... Откуда везешь сырье? Сырье, бетон с заводов, это Уфа, Нижнекамск, Нижний Новгород и так далее. В Перми бетон закрыли, не производят. Это беда, я в следующий раз расскажу. А Гравии с Урала, то есть хорошая история, надо поговорить про это. И сейчас в 10 раз цены поднялись, поэтому у них не хватает не только денег, не хватает сейчас цен, не хватает сейчас поставщиков. Поднялись. А вся страна начала строить одновременно. Активно деньги вложили, поэтому... Одновременно дороги. Так ведь Путин сказал об этом в прошлом году, я говорил об этом еще в прошлом году. Будет дефицит сырья, материал. Будет цена дефицит, да, вот он, вот он. Поэтому, ребята, может быть, они и в состоянии были бы, но на сегодняшний день столкнулись с серьезными проблемами. На мой взгляд, это самонадеянство действующей власти, потому что они, так сказать, это мягко говоря, У нас, кстати, не только общественность активизируется на слушателя, активизируется еще один звонок у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Николай. Николай Тезкин. Николай, что бы вы хотели сказать или спросить? В Косте я, вот, в Косте наживу. Пока первым слоем в асфальте, конечно, я доволен. Все, что было раньше, сколько было добираться до города и сейчас. Разница, конечно, большая. Ну, вот и общественникам, конечно, я бы хотел помочь, но у меня телефон еще кнопочный и фотоаппарат пленочный. Помоги, помоги. Мы на тебя тоже рассчитываем. Помогите с фотоаппаратом и с телефоном, он вам поможет. У него телефон кнопочный, аппарат пленочный. Так, Николай. Телефон не позволяет. Помог бы, конечно, много было нареканий, звонков, но в силу своей загруженности не мог как бы этого делать. Так, ребята там работали иногда хорошо, иногда просто отвратительно. Ездил каждый день и за всеми это я наблюдал. Слушай, спасибо тебе. Низкий поклон. Вот, если не мы, то кто? Согласен с вами. Всего вам доброго. Спасибо вам. Спасибо, Николай. Вам спасибо. Слава поддержки очень важны. Да, молодцы. На самом деле, прошлый год можно, так сказать, как-то раскачать более, если правильно двигаться. Насколько мне известно, в этом году просто, так сказать, без масла, без смазки, так сказать, как-то это все пропихивали и с проблемами серьезными для наших действующих, там, представителей отрасли. Вот хотелось бы, чтобы все было цивилизованно и адекватно. Спасибо, Пагет, что пропихивали? Инициативы. Инициативы власти. Послушайте, это хороший такой вопрос. Мы как раз в первом часе говорили о том, что у многих активистов сейчас опускаются руки, там, кто благоустройством занимается, там, теми же велосипедами, ППМ и прочее. Прям вот на прошлой неделе посыпались... Эпидемия была. Эпидемия заявлений, что все, ничего здесь не изменится, администрацию не пробить, некомпетентные сотрудники, ничего никому не надо, ничего не поменяется. У вас как настроение? Позитивное. Дорогу осилит идущий. Идущий. Хорошо, звоните, вот когда приходят ребята сюда, активисты, пожалуйста, звоните, поддерживайте. Хотя бы так. Уже звонят, между прочим, снова надо принимать звонок. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Нина. Нина. У меня сразу вопросы по участкам. Юровская 8, въезд на территорию от остановки до этого въезда. Там у нас будет еще что-то произведено или нет? Там были очень глубокие ямы. Сейчас дорога закатана, но вот этот участок, к нему большой запрос. Там остались ямы, они весной выявятся опять в той же полной мере. Акиросква. И второй это в Чистых прудах, где вот, знаете, участок, где поворот на Чистопруднинское 1, 2, 3, 4, только на противоположной стороне. У меня, понимаете, вопрос, как сказать, дорога ровненькая, но полотно совершенно не поднято, и там стоит такая огромная лужа с осенью и весной. Вы знаете, там притормаживаем, идем шагом на машине, чтобы речку не обрыцать. Не, ну мы поняли, спасибо. У нас очень мало времени. Есть готовность ответить, или мы передадим эти вопросы там в ДДХ, когда они придут? По этим участкам. Да, пожалуйста, Шамиль. Ну, значит, в Чистых прудах должна была, по идее, заложена быть ливневая канализация. Если лужа стоит, значит, соответственно, проблемы в ливневой канализации. Либо это обслуживающая организация, которая должна следить за ее эксплуатацией. Второй момент, это нужно поднимать документацию проектную. Как проектировалась дорога, куда уклон, где, как, выдержан или не выдержан. Если лужа стоит, значит, ничего не выдержан. Это вопрос ДДХ мы передадим обязательно. Да, пожалуйста, потому что мы ее будем приглашать, пускай они ответят в нашем эфире. А по Юровской что-то? По Юровской там конец ограничения участка ремонта дороги. И вот дальше этого участка ремонтировать не будем. Съезды будут дальше. Его не запланировали. В этом году там нет. Слушайте, у нас остается полторы минуты. Вы мне все-таки скажите, Комсомольскую это сделали или нет? Ехать там или нет? Нет, конечно. По-прежнему, значит, по производственной движемся. Она выиграна, но ее скоро должны, в октябрю должны сделать. В октябрю, в дачный сезон закончился. Ее должны сделать в декабрю месяц. В лучшем случае, это декабрь этого года. Декабрь? Да, совершенно верно. Ее должен делать Дед Мороз. Он ее засыпет снегом. Минута остается. И это вопрос его честен. История про переработанный и отработанный асфальт, который снова можно использовать и раскидывать лопатами. Я знаю, что по Геру был комментарий. Что с ним? Я в шоке, как этим асфальтом может распоряжаться лично мэр Перескоков. Я в шоке. А почему это он распоряжается? Потому что больше никто, и это факт. Через какие-то бумажки, через ДДХану он лично принимает такое решение. Куда? То есть он лично контролирует куда что-то? Конечно. На мой взгляд, это дискредитирует власть. Своду правил, чтобы доступ к нему был у каждого. Чтобы реально... Потому что ведь у вас соседи, у меня тоже соседи. Все его покупают, все вывозят. Он продается сейчас за 900 рублей тонна на Авито. В то время, когда по БКД уложить асфальт стоит 1260. То есть 300 рублей разница точно. У него цена баснословная. Представляете, какие-то дежищи колоссальные в рамках города для... Подождите. Асфальт, который сейчас снимают, его измельчают и продают на Авито? Ну, да. Чтобы потом на дачные поселки вот это вот... Его нельзя использовать. Не в качестве конструктивного слоя, не в качестве чего. Он должен идти на повторную переработку. но вы подумайте, какая разница. 1260 стоит квадратный метр реального, так сказать, асфальта уложить, живого, с подготовкой, со всеми делами. И 900 рублей стоит отработка. То есть колоссальная разница, серьезные деньги. Они должны быть... Так и если его нельзя использовать, почему? Все-таки внести ясность. Это вопрос. То есть это все-таки, получается, вот эта отработка, этот асфальтогранулят, это собственность города, муниципалитета. Почему на Авито продается? И он... Вот тут вопрос, что за лот стоит на Авито? Кто его продает? Да подожди, не только города. Много ремонтируют и частники, и не частники. Вопрос в другом. Вот его цена реальная. Понимаете? И где контроль? Тебе за два года дали какой-то список того, куда он уходит? Так, завершаем. Шамиль последняя вещь. Я считаю, это сплошная коррупция, кто-то перспилит его. Вот это мое безубъективное мнение. Саботаж. Саботаж, халатность. Все, сказали. Халатность, саботаж. Подождите, как его можно пилить? Я вот этого не пойму. Вы поймите, вот когда мы составляли смету, на этой смете мы его купили, то есть его город купил муниципальное образование, он купил официально, он его уложил. После этого через 4-5 года он его снял. Так это его собственность. Собственность города. Кому хочу, тому и продаю. Все понятно. А у города, как обычно, нет денег есть. За данный день вопрос, когда придет Дидиха. Спасибо большое, дорогие наши эксперты, за такой феерический эфир. Багир Шарифов, Виталий Брам, Шамиль Бузиков, Николай Голиков. И Светлана Занькова. Всем до свидания. Всем до свидания. Спасибо.